Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи Колесниковых. Боже мой! Сегодня, по крайней мере, слава богу, семейство не в огороде, не на заднем дворе, а все-таки решила, так скажем, выехать в люди по поводу того, что у них, помимо собрания, еще и день рождения Никиты, да. В общем, как-то так, обо всем, мои хорошие, поподробнее по порядочку. Семейство за столом шустро орудует ложками, поедая бульмени. Тот самый шикарный ужин, о котором нам вещал накануне еще вчера Алексей. Не мешает даже тетя Света, да, та самая тетя, баба Света, которая вещает про клещей тут же на громкой связи. Как говорится, приятного вам всем аппетита. Но, в принципе, семейству Колесниковых не привыкать. У них нормально есть и говорить про срач, про сопли, про зады, про клещей и прочие неприятные, так скажем, моменты. Леха общается со своей подругой жизни. Светка сидит, смотрю, посмеивается. Когда тетя Света задала вопрос, а сколько же лет Никите, Леха тут же сослался на то, что у него, ну, так болит спина, так болит спина, что он, бедный, даже не помнит, сколько же лет его сыну. В общем, да. Поняли, друзья мои? Лехина спина дает, так скажем, еще какие-то определенные накладки и на его память. Упал с ореха, резко встал, память пропала. Светка тут же сидит, ржет. Свет, плакать надо, тебе надо плакать. Помню, как вы осенью всем семейством сидели и вспоминали, какого же числа день рождения Никиты. Стыд и позор таким родителям, а также братьям и сестрам, которые не знают дни рождения своих членов семьи. В хороших, нормальных семьях этому учат с малого детства. Далее Лешка стал жаловаться вот этой вот своей тете Бабе Свете, а та стала раздавать, знаете ли, нам советы. Леха говорит, вот, мол, мы не все показываем зрителям, вы же знаете, тетя Света, да. Ну, а тетя Света и говорит, а если вот они, мол, ничего не знают, но это про нас, про хейтеров, пусть, мол, вообще типа молчат в тряпочку. Ну, во-первых, отвечу за себя и отвечу, конечно же, за моих любимых зрителей. Во-первых, Леха пусть уже для начала определится, а не врет, как сивый мерин. Либо он, как он утверждал, показывает всегда всю истинную правду матку, как она есть, и ничего не утаивает. Либо он ничего не показывает, показывает совсем малую толику. Пусть уже не врет, хоть сам себе. Ну, а во-вторых, вот уж, знаете, мнение тети Светы мы точно не спрашиваем Лехиной подружки, да. Нам это точно не интересно. Пусть Баба Света команды свои раздает на своем канале, который мы не смотрим, нам он сто лет, как говорится, не нужен, да. А смотрим мы канал Лехи, он нам показывает определенную информацию, выдает, мы комментируем по факту, не более того. Так что нам специально показывают какой-то трэшовый трэш, какой-то хайп, дабы мы все на это каким-то образом отреагировали. Ну что ж, раз показывают нам это, значит ждите нашей реакции, наша реакция есть. И вообще, если Леха будет слушать Бабу Свету и показывать только исключительно хорошие моменты, то вам таки Баба Света придется их содержать. И если мы отвернемся, мы хейтеры вообще от этого канала Колесниковых, то, знаете, на самом деле о них просто все забудут вообще как о страшном сне. Так что да, Баба Света, как говорится, не учите Леху жить, а лучше помогите своему дружбану, лепшему материально. Далее Лешка жаловался, жаловался, опять же жаловался, вот. Ну а Баба Света советовала Леше приобрести соседний участок. Да, я вот думаю, о чем говорит эта женщина. Блин, Колесом со своим участком не справится, он весь зарос, он весь засран, а она им предлагает еще один участок взять по госпрограмме. О чем думает эта женщина? Далее Баба Света сказала опять же за всех, за всех, за всех хейтеров сказала, вот, мол, ваши хейтеры хотят, чтобы ваши дети лучше жили в детском доме, нежели жили с вами с родителями. Во-первых, никто никогда так не говорит, чтобы еще и государство еще и содержало их детей, да? Нет, единственное, о чем мы говорим, о том, что детям было бы лучше с другими родителями, и это действительно факт, поскольку этим родителям, по сути, они особо-то не нужны, потому что когда родители не занимаются развитием, воспитанием, здоровьем своих детей, это наводит, так скажем, на какие-то определенные моменты, правильно? Почему хорошие родители занимаются здоровьем, воспитанием своих детей, а есть родители, которые не занимаются? Вот, в принципе, да, вопрос, как говорится, на засыпку. Ну, а далее Леха со Светкой пытались показать себя, какие же они замечательные такие родители, успели уже соскучиться за Никитой и за Настей. Да, говорят, без них так плохо, вот прям чувствуется, что в доме вот что-то не то, что-то не то. Слушайте, Колесникова, ну реально, просто цирк, да и только. Светка вообще Настю терпеть не может, гнобит девчонку постоянно, даже скрыть вот это вот свое раздражение Насте она никоим образом не может. А тут прям, гляди, соскучилась за девчонкой по полной программе. Ну так мы и поверили. Единственное, по кому действительно скучает Света, я помню, когда Леша уезжал, Света себе места не находила, это Леша. Потому что Леша для нее это Свет в оконце. И все, более ни по кому. Вот как-то так, да. Лешка, кстати, обозвал хейтеров, ну, наверное, нас с вами больными людьми. Ну, слава богу, если Леха считает себя здоровым, значит, да, значит, мы тогда в таком случае больные. Ну, а баба Света пошла еще дальше, сказав, пусть вообще, мол, тебе деньги кидают, а не советы. И тут Светка заржала. Баб Свет, если это ваш близкий и лепший друг, как я говорю, настолько близкий, что вы с ним спали в отеле в одной кровати, да, с женатым, между прочим, мужиком, у которого шестеро детей, шестеро по лавкам, ну, семеро вместе со Светкой, и вы оплачивали его вообще общество, так скажем, общество более молодого мужчины, ну, по сравнению с вами, то это ваши проблемы. Платите за него, платите за его семью, а мы содержать всяких тунеядцев и альфонсов не собираемся. Из-за того, что мы смотрим его YouTube-канал, нас никто не обязывает его оплачивать. Ему YouTube платит зарплату, и более никто никому ничего не должен. А вы бы могли своему дружку вообще-то сказать, если бы вы были адекватной женщиной, да, потому что, знаете, как говорится, не всегда возраст приходит с годами, порой старость приходит одна. Вот относительно вас я поняла, что это так и есть. Вы говорите, мол, нечего тут это советы раздавать, платите деньги. С какой стати? Мы что-то не поняли, что это за обязаловка, платите деньги. А может быть, нам должны платить деньги за то, что мы смотрим вот это вот все дело, а? Вот если бы вы были адекватной женщиной, вы бы ему сказали, что ненормально, стыдно дядьке 42-х лет молодому дядьке не работать, сидеть на заднице ровно и жить за счет своих детей, объедать их, опивать их, покупать себе игрушки, а их, как говорится, просто оставлять с носом. В общем, да. Я так понимаю, что баба Света хочет к Лехе, Леха, в принципе, не против, ведь, как говорится, приедет и будет и кормить, и поить, и одевать, и обувать все, как обычно. Но пандемия, блин, будь она неладна, и сейчас никак, по ее словам, никак ей до Лешечки не добраться. Вот я, кстати, подумала, а если она говорит хейтерам о том, что так, давайте-ка содержите Лешу, а может быть, баба Света уже просто под... Не знаю, как... Не могу... Господи, не приходит никакое слово. Да, просто, может быть, она уже на мели, как говорится, у нее нет достаточно денег для того, чтобы содержать своего Лешу, поэтому она к нему, в принципе, в гости и не едет. Как знать, если она дает такой, знаете, совет, прямо командует, да, хейтерам и говорит, так, а ну-ка, давайте-ка содержать моего Лешу, нечего тут просто так давать советы, в общем, да. Ну, а довольная в этой ситуации только наша Светлана. На Леху, кроме нее, пока никто не претендует, претендовать не может, потому как доехать до них не могут. Правильно, Светочка? Не пущай никого, это твой родной муж. Что это еще за подруги жизни, с которыми мужья, мужья и многодетные отцы потом спят в одной постели, вообще бред, бредовые. Вообще себе представить не могу, чтобы мой муж с какой-нибудь женщиной спал в одной постели. Даже если бы это была какая-то родственница. Хотя все мы знаем прекрасно, что баба Света никакая Лехи вообще не родственница ни с какого колена, как говорится, да. Друзья мои, очередной влог мы с вами обозреваем. Далее поездка. Поездка за тортом, поскольку день рождения Никитоса. Едут еще и на собрание, потом в магазин за тортом. В общем, да, все смотрю в легких платьях. На улице, как Лешка комментирует, говорит, у них уже жара, жара по полной программе. Я обратила внимание на Свету. Она в очках. Слушайте, ну прямо вообще, даже вот немножко ее не узнать, да. Как-то даже непривычно. Ну непривычно, может быть, даже в какую-то лучшую сторону. Прям как кот ученый какой-то с серьезным видом. В юбке, в обтяжку. По самое не балуй, по самое не могу. В блузочке. Какой-то даже такой вроде как нарядный. Все хорошо. Правда, в руках этот вечный пакет. Опять с пакетом. Свет, что ты там таскаешь? Я месяц назад, ну, внесла предположение, что может быть это зарплата с Ютуба за все пять лет. Я не знаю, ну какого черта вы вот вышли из машины? Чего ты там таскаешь? У него все есть в барсетке. Оплачивает Леха, да. Какие проблемы? Я вообще не понимаю. Нахрена тащить с собой пакет, если вы приехали на машине? Вообще не понимаю этого бреда. И тут вы знаете, ладно, Света, Света выглядела нормально, все хорошо, все замечательно. И тут мой взгляд просто упал на Анжелу. И я чуть просто в обморок не грохнулась, потому что Анжела мне напомнила, знаете, вот сразу мне пришла на ум либо женщина с веслом, вот весла явно здесь не хватало, либо какой-то гренадер. Вот как можно было так одеть девчонку? Свет. Но если Анжелка не соображает, то зачем ты так уродуешь девочку, да? Вот эти массивные кроссовки на ногах, на голых ногах с юбкой, это что? Это просто какой-то кошмар. Неужели нельзя ей купить какие-то легкие балетки, легкие лодочки, если она не в состоянии ходить там, да? Если ей этот каблук не нужен и так далее. Какие-нибудь легкие там, я не знаю, вообще легкие-легкие-прилегкие кроссовочки. Юбка вот эта чуть ли не под грудью. Блузка заправлена в юбку. Зачем? Блин, у Анжелы не та фигура, чтобы юбку вот эту тянуть к груди и заправлять туда еще блузку. Она смотрится вообще квадратная-приквадратная. Просто сделали из девчонки-подростка какую-то, знаете, тетю-мотю на выезде. Все, ни больше, ни меньше. Причем сама Светка в свои 40 и зад свой обтянула, да? Зная, что у нее это как бы все равно, так скажем, ну, относительно красивое место. И кофточку относительно для себя нарядную более-менее надела, да? Ну, девчонку же, ну, одели, ну, это просто какой-то кошмар. Про Виталину я вообще молчу. Та вечно в какой-то непонятной обуви ходит. Ну, в общем, все были, конечно, там просто какой-то кошмар. Лешка прикупил торт и ходил все жаловался. Жаловался, что брать нечего. Все чересчур дорого. Все очень дорого. И фрукты дорого. И это дорого, и то дорого, и все дорого. Не знаю. Может быть, конечно, это он своей вот этой вот спонсоршей, подруге Бабе Свете, передавал, так скажем, давал определенные знаки, что им не хватает даже на элементарные вещи, на фрукты, в надежде на то, что она в таком случае ему вышли. Тем более по поводу, по случаю дня рождения Никиты. Не знаю. В итоге перелапали, как обычно, в магазине все, что надо и не надо. Упаковки с огурцами вообще мяли-мяли-перемяли. Дошли до яблок. Я не знаю, как случилось такое чудо. Светка заговорила в кои-то веки, настояла взять яблоки. 57 рублей, молодец, Света, да. Вот почаще бы, как говорится. А Леха все и тут кричал, 57 рублей это слишком дорого. Леш, ну ты в своем уме. Вот я покупаю фрукты постоянно. Самые дешевые яблоки у нас, 550 километров от вас, да, по сути, 89 рублей новый урожай. Самый дешевый, то есть 90 рублей. Не знаю, вчера купила, еще не пробовала новый урожай, не пробовала. Вообще люблю галу, вот такие вот сладкие, крепкие, сочные яблоки. Они по 120, по 159 рублей. То есть вот такие. И то беру всегда. Нет, Леха считает по 57 рублей. 57 рублей это вообще не деньги. Это у нас буханка хлеба стоит столько же. Я в шоке, если честно. Ну, в общем, да ладно. И отправил Леха Макса. Вот не знаю, зачем Макса отправил взвешивать пакет яблок. Опять напомню, яблоки стоили 57 рублей. Макс пришел и говорит, что яблок здесь в пакете фасовочном на 320 рублей. Я не знаю, по какой цене он их взвешивал, но в этом фасовочном пакете априори не может быть 5,5-5,700 килограмма яблок. Никак не может быть. Видно, Макс, как всегда, что-то не так взвесил, не так напутал. В общем, да. И обошлись они уже не по 57 за килограмм, а гораздо дороже. Теперь самое главное, Максик, чтобы Леха это не прочухал. Иначе тебе достанется от подпаши просто по самое неболу. И он тебя и так не жалует, а здесь вообще сожрет и вместе с этими яблоками и не подавится. И еще был прикольный момент. Купили дочи попить водички. Ну, вернее, как купили, взяли, попили, а потом нам Святоша Леша и говорит, вы же знаете, можно сначала поесть, попить в магазине, а потом, мол, и оплачивать. Леш, ну а с чего ты взял, что можно в магазине вообще что-то есть? Есть или пить? Это не кафе, это не столовая, это не ресторан. Здесь надо сначала купить, оплатить, а потом уже можешь есть, пить, ну, в общем, в принципе, хоть выливать, хоть выбрасывать, делать все, что угодно. Где это, в каких-то ты документах, да, статьях прочитал о том, что можно в магазине есть, пить, не заплатив, не оплатив еще товар. В общем, да. В принципе, гарантий нет никаких, что он еще и оплатит этот товар, зная Лешину любовь к халяве. Все мы помним вот эти вот ворованные куры, да, когда Леша так радовался, что они не оплатили вот много-много килограмм вот этих вот кур, да, и такой он был довольный и счастливый, поэтому, знаете, гарантии нет никакой. Посмотрим, оплатят ли на кассе. Вы знаете, вообще весь этот поход по магазину меня очень, если честно, как-то немножко уже, в принципе, раздражал. Начал Леша в магазине спрашивать о том, какой же подарок приобрести для Никиты, что же ему такого подарить в его день рождения. Ну, спросил у Дарины, естественно, Дарины вообще не понимая ничего, Дарины даже не поняла, у кого день рождения. Спросил у Виталины, так как всегда молчит. В общем, никто ничего не знает. Единственный нормальный ответ относительно Леша получил от Максима, который сказал, что Никита хочет игрушку на пульсе управления. Но в итоге Леша больше выбирал подарок не для Никиты, а для себя. Я сказал, что нужен Никите набор инструментов. Я вообще никогда не замечала ни за Никитой, ни за Максом любовь, какую-то тягу, что-то ремонтировать, что-то делать. Да, Макс что-то делает, но только исходя из того, что отец его заставляет все это дело делать. У Никиты тоже нет к этому никаких способностей, мне кажется, никакого желания. Я вообще не могу понять, как можно вот, грубо говоря, накануне дня рождения решать, что вы будете дарить, неважно, ребенку, взрослому, вообще неважно кому. Ведь подарок, как правило, всегда в нормальных семьях спрашивают, у друзей, у знакомых, у родственников, у всех спрашиваем, что ты хочешь, чтобы мы тебе подарили, да, деньгами или вот подарок какой-то. И, соответственно, уже от этого начинаем плясать. Здесь же нет, у Колесниковых вот всегда все через одно место. Всегда накануне бегут в последний день покупать вот этот вот торт, покупают вот это мясо туда-сюда, курицу туда-сё, бегают, носятся, как очумелые с этим подарком, ничего не знают, ничего не понимают, ничего не помнят, вообще ничего не знают. В общем, как-то, ну, все как обычно, все вообще как-то неинтересно. Такое отношение, знаете, словно день рождения не раз в год, а день рождения через день буквально. Ну, и на касте, конечно, Леха был бы не Лехой, если бы он не учудил какую-то опять историю с масками. Конечно же, им сказали, надевайте маски. Леха встал в позу, потребовал, чтобы ему принесли вот эти вот маски. Продавец сказал, что у нас нет бесплатных. Потом, я не знаю, кто там подошел, администратор или заведующая, неважно, не суть, принесли всю такую маску и сказали, что у нас нет в наличии масок, вот вам принесли, чтобы не было как такового скандала. Знаете, я все могу понять, если бы у них не было масок, я имею в виду Колесниковых. Но ведь вспомните, им очень часто всевозможные васильки там и другие вот эти вот конторы высылают еще и маски в упаковках. Все это у них есть, и они все это могут одеть, но просто Леха встает в позу. Вы знаете, мне настолько сразу же становится противно. Я никогда никому ничего плохого не пожелаю, ни болезни, ничего. Но, вы знаете, я вспоминаю сразу же, когда я лежала в больнице, в ковидной больнице, и я говорю, лежат люди разные. Человек может лежать нормально, а потом человека просто, вот просто в одну минуту увозят в реанимацию, потому что у него степень поражения легких 70, 80, 90 процентов. Это просто страх Божий, вот это слышать и на это смотреть. Не дай Бог, такого никому не посоветуешь, не пожелаешь, и врагу такого в жизни не пожелаешь. Нормальный человек не пожелает, конечно же. А вот эти дебилы, просто Колесникова, не в состоянии надеть маску, когда это просто требование по всему миру сейчас, потому что пандемия. А Колесниковы ходят постоянно то с соплями, то с кашлем, то еще с чем-то. Им абсолютно все равно. Вот мне очень жаль, что не штрафуют таких людей рублем. Штрафовали бы рублем, думали бы они головой. В следующий раз он бы без маски никуда бы не пошел. В общем, как-то так, друзья мои, да, получился эмоциональный у меня обзор, потому что зла у меня не хватает на таких вот просто неадекватных товарищей, понимаете, которые считают, что мы больные, да, мы больные, а они, видите ли, здоровые, с головой дружат, работать не хотят, маски надевать не хотят, ни хрена не хотят. Им общество должно, им люди все кругом должны. Вы их смотрите, ага, советы им даете, значит, платите деньги. Да, сейчас, конечно, разбежались. Тунеядцам будем платить еще и альфонсам, еще и, вот тебе надо, как говорится, баб Света, ты и плати, плати, оплачивай, раз ты его, да, гуляешь, значит, и плати за него по полной программе. Как говорится, кто девушку там кормит, да, поет, тот ее и гуляет, или как там говорится. В общем, мои хорошие, вот такой у меня сегодня получился обзор. Естественно, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет комментарии адекватные, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok